Всем привет! Я достаточно часто говорю о том, как правильно организовать самообучение, самообразование, какие нужны техники, методики, какие нужны материалы и так далее. Но я не часто упоминаю о том, как же удержать себя на этом пути, потому что, скорее всего, у каждого из нас есть миллион других обязанностей работы, учебы, домашних дел, которые отвлекают, и нужно какой-то внутренний такой поток, который бы усадил за самообразование, потому что со всех сторон на нас сыпется информация о том, что вы должны учиться самосовершенствоваться, что это хорошо, нужно учить языки, нужно учить новые навыки. Сейчас особенно это прям такой прессинг, что вы должны что-то, в общем, постоянно делать, совершенствоваться. И в целом это хорошо, это полезно, это все такое. И первое, о чем я хочу вам сказать, это о том, что вы должны себе четко дать ответ, зачем вы это делаете. То есть, если вы начинаете что-либо изучать в самообразовании, вы берете курс, вы берете книгу, вы, в общем, становитесь на путь самообразования, вы начинаете учить язык или что-то такое, вы должны точно понимать, зачем вам это нужно. Потому что самое распространенное вот это, мне нужно выучить английский. Зачем тебе нужно выучить английский, тебе нужно точно понимать. Если вы просто, ну вот надо, ну вот все же учат, и мне тоже надо. Если с такой мотивацией пойти учить английский, вряд ли вы достигнете каких-то больших высот. Да, вы что-то выучите, но вы потратите на это время, деньги, силы, и результат не особо будет. Но если вы будете четко понимать, что вы, например, записались на этот курс, потому что вы любите шить, и вы научитесь шить за этот курс. Все. Мотивация ваша очень ясная. Когда вы немножко грустнячите и хотите все это бросить, вы себе напоминаете, что я хотел шить, мне нравится, когда из плоского куска ткани появляется объемное платье. Это какое-то такое волшебство, что каждый раз это приятно испытывать. И это как раз та самая внутренняя мотивация, о которой все говорят. Это четкий ответ, зачем вам это нужно. И, конечно же, не стоит забывать про вознаграждение. Когда мы учимся где-нибудь официальненько, нас так или иначе как бы вознаграждают оценками, похвалами. Каким-нибудь там просто преподавателем сказал, что вот ты молодец, я хорошая курсовая. Это все вознаграждение. А когда мы сами учимся, мы забываем о том, что нужно как-то себя постепенно повозрастающе кормить какими-то плюшками полезными. При том, что плюшками может быть и что-то вкусненькое, это может быть и прогулка, это может быть, не знаю, 40 минут поиграть в PlayStation или еще что-нибудь. Это зависит абсолютно от вас. Без этих плюшек, ну, можно учиться. Но очень быстро закончатся силы. Вам, скорее всего, быстрее надоест, чем оно могло бы. И если вы делаете перерывы, и если вы себя вознаграждаете за какую-то проделанную работу или за количество часов, которые вы практикуетесь или еще что-то, ваш мозг будет постоянно вас подталкивать на то, чтобы вы занялись этим делом, ну, вот самообразованием, потому что он знает, что в конце вы получите плюшку. И это, опять-таки, тоже хорошо подпитывает внутреннюю мотивацию. Следующий момент достаточно сложный, особенно в самообразовании. Это ментор, наставник или просто единомышленник. В общем, тот человек, который хотя бы чуть-чуть разделяет вот это ваше направление, в котором вы самообразовываетесь или хотя бы тоже занимается этим процессом. Тут дело в чем. Как только у вас хотя бы один человек появляется, который тоже хотя бы там вот близко к вам, к этой сфере или чем-то таким занимается, вам становится в разы легче. Есть исследования о том, что это все помогает, но это реальное какое-то волшебство. Как только у вас появляется человек, который, к примеру, тоже с вами там занимается спортом или худеет, даже если он далеко от вас, он сразу как-то у вас вдвойне больше сил, вам легче, вам есть с кем обсудить какие-то проблемы, препятствия, вам есть кому похвалиться, рассказать о том, что я такой молодец, я сделал вот это, вот это, вот это. Да, человек тоже, скорее всего, в ответ что-то скажет, и вы друг друга можете поддержать, поругать, похвалить и так далее. В общем, это какая-то магия, на самом деле, которая в целом объяснима с точки зрения работы нашего мозга, но это очень хорошо, и это сложно в самообразовании тем, что вы сами наедине чем-то занимаетесь. Да, если вы где-то не будете там на официальном курсе, то у вас есть какие-то одноклассники, однокурсники, и хорошо было бы с кем-нибудь зацепиться, плюс сейчас есть всякие тематические форумы, каналы, на которых тоже люди знакомятся, ну, в комментариях, и как бы находят себе единомышленников. В общем, нужно немножечко поднапрячься, постараться и найти одного, двух, трех, пяти людей, которые тоже будут с вами, будут вас поддерживать. Следующий пунктик – это ритуалы. Да, конечно, я не заставляю вас вокруг остра с бубном танцевать, хотя тоже возможно. Но ритуалы – это что-то повторяющееся, какие-то повторяющиеся в определенном порядке действия, которые становятся как бы привычкой, по сути. Но ритуал – это как-то запускается, в общем, эта привычка к каким-то действиям, можно так сказать. Самое простое – вы зажигаете определенную свечу, и если вы это делали очень часто перед тем, как садиться заниматься, то в вашем мозгу как бы автоматическая цепочка возникает, что вы зажигаете свечу, вы садитесь заниматься. И когда вам не хочется заниматься, вы все равно идете, зажигаете свечу, и ваш мозг уже готов заниматься, потому что он привык к этому, это его привычные действия. И можно использовать для этого свечу, можно использовать для этого какой-то сериал, чтобы вы посмотрите сейчас одну серию, и потом пойдете заниматься. Прогулку, разговор, не знаю, 10 приседаний, все что угодно. То есть главное – ввести это в постоянную свою рутину, и это станет впоследствии ритуалом, который поможет вам начать заниматься. То есть это будет таким явным-явным сигналом, да, не сразу, да, со временем, но это очень классная штука, особенно когда, если вы в самом начале в своем пути заведете какое-то такое вот ритуальное действие, то как раз-таки, когда вы уже немножко подвыдохнетесь, вы уже немножко устанете, немножко потеряетесь, в общем, эта штука вас очень даже спасет. Следующее, о чем я хочу поговорить, это сложные задачи. Очень часто бывает, что когда вы сами себя регулируете на самообразование, вы очень часто берете слишком сложные задачи. То есть вам кажется, что, ну, я вот сейчас немножко посижу, я со всем разберусь, но, как и в обычном образовании, мы постепенно как бы наращиваем сложные задачи. Да, вначале кажется, что это какая-то фигня, какие-то несложные задачи, зачем их вообще выполнять. Нет, они нужны для того, чтобы мозг выработал определенную технику выполнения, он запомнил, как делаются простые вещи, потому что все сложное состоит из очень простых каких-то действий, просто их очень много, по сути. Поэтому очень важно идти все-таки от простого к сложному и на простом как бы не пропускать его, что, ой, я здесь знаю, как это все делается, зачем это все делается, зачем там, не знаю, если вы учитесь шитью, то, скорее всего, вначале вас оставляют ровные строчки делать, бесконечные. Типа, что здесь сложного? Нет, это очень важно, это очень нужно, и не стоит все-таки этого как бы пропускать, потому что если вы не справитесь с этой сложной задачей, а вы, скорее всего, с ней не справитесь, если вы сразу ее возьмете, то вся ваша мотивация просто как бы уйдет к чертям. Следующий пункт, он, мне кажется, один из самых важных, который убивает мотивацию, энергии вообще все на свете вкупе с предыдущим. Это очень часто бывает, когда вы сравниваете себя с другим человеком или людьми, которые уже достигли чего-то большего. И вот очень часто зачастую, что они начали раньше или в другом месте, или еще что-то, или им повезло с преподавателем, с бэкграундом, с чем угодно. Ну, в общем, суть в том, что как только вы себя сравниваете с другим человеком, а это, скорее всего, человек, который выше вас на голову, вы расстраиваетесь, потому что вы не такой. И это очень сильно убивает вашу мотивацию, вообще все, на самом деле, испепеляет изнутри. Да, если вы будете смотреть на него и думать, что я вот типа тоже скоро буду таким, если я сделаю вот это, вот это, вот это. Это прекрасно. Но это немножко не то. Очень часто мы именно смотрим на тех людей, которые уже на несколько голов выше, и расстраиваемся, потому что мы понимаем, что мы вообще туда никогда не доберемся, и вообще зачем это нужно, с чем я это начал. В общем, особенно на этапе, на начальном этапе, или когда вот вы уставшие, старайтесь не думать о других людях, не сравнивать себя с ними, потому что вы не знаете, какой именно они путь прошли, что у них было, что они преодолели, может быть, они тоже плакали на полу в ванной, потому что у них ничего не получается. Мы этого абсолютно не знаем. Живите тем, что вы сейчас имеете, продвигайтесь в своем темпе, работайте в своем темпе, и как бы это поможет вам достичь ваших собственных целей, а не чьих-то. Я уже говорила о том, что там сложные задачи, не сравнивать с другими, это важно, а давление это какие-то сроки, какой-то объем определенный, потому что очень как бы заманчиво, когда вы учитесь сами один день пропустить, еще один день из серии, я потом как-то это нарезаю, я потом как-нибудь это сделаю. Сейчас это не главное, это не важно, и так далее. В общем, очень часто именно самообучение и самообразование отодвигается на самый-самый последний момент, когда вы уже там, например, вечером никакие, уставшие, а на выходных надо было уборку сделать, и с друзьями ходить, в общем, как-то это все отодвигается. Но как только вы ставите себе какие-то определенные рамки, какой-то объем, который вам, например, за неделю нужно сделать, по времени, по выработанному материалу, по сделанным задачам и так далее, неважно какой объем, или по времени как бы это все ограничить, то ваш мозг сразу будет ставить эту задачу более приоритетно, потому что как только у нас появляются какие-то осизаемые рамки, мозг сразу говорит о том, что ой-ой-ой, надо бы этим заняться, надо бы заняться, надо бы заняться. В общем, он постоянно будет вам напоминать о том, что этим нужно заняться, задача станет более приоритетной. И последнее, о чем я хочу поговорить, это, конечно, вообще тема отдельного видео, но здесь немножко... Немножко, но здесь постараюсь достаточно коротко сказать о том, что не бойтесь бросать учебу, самообразование, самообучение. Не в целом весь этот процесс, потому что, повторюсь, это важно, это нужно от нас, в целом требует наше время, чтобы мы постоянно учились и развивались. Но если тот курс, который вы взяли, или учебник, или направление, все что угодно, вы шли, шли, старались, 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 но понимаете, что это либо не то, либо вам совершенно неинтересно. Это совершенно не то, что вы представляли, не то, что вы хотели, но это совершенно, в общем, как бы вы ни старались, как бы вы ни выполняли все эти шаги, это не то. Просто бросаем это все дело. Потому что самообразование и самообучение – это колоссальный вклад времени, сил и денег. И зачем вкладывать все эти ценнейшие ресурсы в то, что вам неинтересно и не нужно? То есть, возможно, да, вначале вам показалось, это чем-то очень хорошим, очень полезным, очень нужным, но иногда стоит вовремя остановиться. Потому что, ну вот, зачем тратить ценное время ваше, которое вообще невосполнимый абсолютно ресурс, деньги, ладно, заработаем еще, силы, ладно, еще отоспимся, но ваше время – это то, что вы можете вложить во что-то лучшее. Возможно, именно сейчас вам нужно взять перерыв и побыть там с семьей, или наоборот отдохнуть, или вернуться к вашим хобби и так далее. Это принесет вам больше удовлетворения, больше энергии и сил для того, чтобы дальше продолжать чем-то таким полезным заниматься. Поэтому нужно не бояться останавливаться, что-то бросать на полпути. Это не означает, что вы какой-то глупый, неправильный, что, ну, в общем, как-то в последнее время в целом это как-то осуждается, что если вы что-то бросаете, значит, вы плохо организованы, вы там бла-бла-бла, это все очень плохо. Но иногда это очень целесообразно, и это очень нужно. Не стоит бояться этого, это ничего страшного. Все через это проходят, бросают что-то частично на пути. Это нормально. Мы же все живые люди, мы можем ошибаться, мы можем переходить на другую сторону, идти в другую сторону. И в этом нет ничего криминального. Все, мои хорошие, благодарю за просмотр, за подписки. И до следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok